Планируется, что здесь откроется отделение на 50 коек для COVID больных. На сегодняшний день на территории данной больницы уже есть одно отделение, где лечится 30 пациентов. Естественно, что этого недостаточно для нашего города, поэтому мы выполняем те планы, которые наметили для полного открытия коек COVID больных. А именно задача, которая была поставлена правительством, это то, чтобы более 30% коечного фонда были именно для пациентов с заболеванием COVID-19. С учетом сегодняшнего открытия отделения, с учетом того, что еще мы планируем на территории больницы номер 5 и больницы номер 8, у нас будет общее количество коек 1168, и это будет более 35%. Но мы прекрасно понимаем, что открытие коек является важным, но не единственным. Вторая наша задача – это обеспечение оборудованием соответствующим, это оборудование ИВЛ и кислородные концентраторы. Хочу сказать, что мы только что были в том отделении, которое планируется к открытию, полностью этим оборудованием отделение обеспечено. И наш показатель, который планируется по кислородному обеспечению, это с учетом стационарных кислородных концентраторов и полностью обеспеченности стационарного кислородного обеспечения, это будет более 80%. Также полностью больница готова к приему пациентов, обеспечена лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. И, конечно, один из главных вопросов, который мы всегда и задаем руководству больницы, и для нас в приоритете – это материальное обеспечение наших медработников. Кроме зарплаты, которая идет, мы из городского бюджета за счет средств Национальной службы здоровья обеспечиваем дополнительные выплаты. Хочу отметить, что в городе Одессе на протяжении всего периода, как началась пандемия, этот вопрос был одним из основных. В течение года мы получали субвенцию из госбюджета, несколько месяцев получали субвенцию из областного бюджета, за что мы очень благодарны. И, конечно, буквально с первого дня у нас существуют муниципальные выплаты. С учетом всех выплат, средняя заработная плата младшего медицинского персонала, среднего и наших врачей увеличилась в несколько раз. При этом я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим меценатам, волонтерам, благотворителям, потому что без их помощи нам сложно было бы проводить тот комплекс мероприятий, который мы проводим. Развернуто и подготовлено к приему пациентов отделение на 50 коек. Весь коечный фонд отделения обеспечен кислородом. В интенсивной терапии у нас есть возможность использовать как кислородные концентраторы, так и пользоваться центрально разведенным кислородом. На койках интенсивной терапии мы готовы проводить все методы респираторной поддержки необходимых пациентам с тяжелой ковидной инфекцией, начиная от ингаляции увлажненного кислорода, заканчивая искусственной вентиляцией легких. Но зачастую таким пациентам проводится неинвазивная вентиляция. То оборудование, которым мы располагаем, это аппараты эксперт-класса, Маке, это аппараты General Electric, это аппараты Dixion. Они позволяют нам абсолютно адекватно обеспечивать кислородный баланс пациента путем проведения неинвазивной вентиляции. Неинвазивная вентиляция подразумевает то, что пациент остается в сознании, он с нами находится в контакте и не требует никакой агрессивной терапии снотворными. Что касается пациентов с нетяжелым поражением легких, ковидной инфекцией, но при наличии у них сопутствующей тяжелой патологии, будь то инфаркт или инсульт, мы также готовы оказывать помощь. Для этого есть и система круглосуточного мониторинга, и есть другие медицинские возможности, которые необходимы этой категории пациентов. Продолжение следует... 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 а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...